здравствуйте уважаемые зрители с вами самаель это 11 часть зимнего летсплея после 10 части стоит перейти конструктиву и так чем конструктивным я могу вас обрадовать ну во-первых вторая коксовая печь не знаю показал ли я первую но вторую я показал они работают все хорошо во вторых прокатный стан и магматический двигатель сейчас я быстренько расскажу об этих трех машинах для тех кто не знает вообще-то все три машины в технических похождениях я показывал прокатный стан роллинг машин делается вот так 4 поршни 4 железный слитка верстак и используется для того чтобы делать рельсы рейлкрафта а пластины рейлкрафта если у вас не установлен игрок тех если установлен игрок тех то те же самые пластины можно делать в плейтбэндинг машин также столбы и даже иридиум иридиумные пластины зандастил крафта а магматический двигатель магматик энджин делается вот по такому рецепту один раз пишем койл а инвара инваровая шестеренки и поршень а как делаются эти детали вы можете посмотреть либо установив термал экспансион и ней либо установив мою сборку либо на майнкрафт вики форумах и подобных сайтах это такой же двигатель который вырабатывает билдкрафтскую энергию он работает на лаве вырабатывает 18 тысяч мж с каждой капсулы лавы вырабатывать по 4 мж за тик в стандартных настройках он работает тогда когда нет ростового сигнала здесь можно настраивать то есть control статус допустим он может работать работать только сигнал а сейчас игнорирует сигнал вот сейчас опять все нормально коксовая печь это многоблоковая структура из мода railcraft делается вот по такому рецепту здесь даже написано как ее делать это 3 на 3 на 3 пустая то есть внутри немного пустоты по сути есть только два рецепта то есть вы не смотрите не смотрите вот на все это по сути мне только два рецепта это переработка коксовый уголь мы получаем пол ведра криазота и переработка к древесину древесный уголь мы получаем четверть ведра креозота а также майнфакт плагинство форестеры добавляет некоторые плагины для форесты добавляют сахарный кактусовый сахарный кактусовый уголь они дают совсем немножко 30 милливердер но при этом скорость переработки такая же примерно две с половиной минуты к один предмет то есть таких печей нужно будет много и они будут использоваться очень часто и совет чтобы они работали постоянно то есть даже если вам вы думаете что вам не нужен ни криозот не коксовый уголь то пусть они все равно работают криозот нужен для производства рельс я его сейчас покажу а коксовый уголь является просто высоко эффективным топливом в четыре раза эффективнее угля я его взял с собой также у меня с собой уже есть вагонетка и вагонетка с печкой как вы понимаете на коксовом угле она будет работать дольше также я возьму с собой обычный уголь потому что я еще не проверял работает ли вагонетка с печкой на коксе а теперь мы перейдем к крафту рельс у меня уже есть подготовленные рельсы стандартные продвинутые и шпалы сейчас я покажу их крафт стандартный рельс стандартный рельс делается очень легко либо в роллинг машин из железа стали закаленного железа бронзы титана алюминия и вольфрама и вольфрама либо в плейтбэнник машин но здесь это даже более эффективно 6 5 из 3 2 до 10 это более эффективно буду делать плейтбэнник машин не знал если честно не знал ну либо вот таким образом используется для производства стандартных рельс продвинутые рельсы делаются уже золото красная пыль и стандартные рельсы и только в прокатном стане полотно делается из четырех шпал как которые делаются из трех деревянных полублоков и криозота криозот в любом виде все шесть видов капсул также можно это делать в автоматике кеннинг машин если конечно есть такое желание теперь давайте произведем но пока что мы не будем делать продвинутые рельсы пока что мы сделаем просто много обычных кстати может быть и мы сможем сделать еще немного там уже накопилось чуть криозота так криозота спичку можно забирать прямо вот так да накопилось как раз четыре бутылочки то есть четыре бутылки криозота нужно на одно полотно шпалу так скажем а всего пять бутылок ну ладно 5 это тоже хорошо так шелк 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 также из этих шпал можно делать деревянный забор но мне кажется что слишком дорогое удовольствие хотя если у вас много куксовых печей вы никогда не занимаетесь производством рельсов то возможно это и хорошая идея а теперь мы пойдем устанавливать эти пути а также устанавливать вагонетки у нас есть черепашки кстати очень интересная машина который может быть будем пользоваться это тоннельбор то есть нужно много стали и как вы видите это про хочет ищет кто не знает про хочет ищет эта машина которая бурит тоннели ну в данном случае как все майнкрафте она квадратная хотя настоящий про хочет ищет он всегда круглый и роет она тоже квадратные тоннели для нас форма тоннель не имеет особого значения главное то что наверх как происходит на все равно другую сторону вот допустим мы будем прокладывать рельсы все таки стоило бы сделать давайте где факт давайте пока проложим вот просто таким образом рельсы а уже потом когда нибудь заменим я заменю их на специальные ускоряющие ускоряющие и обычные рельсы знаком вам из стандартного майнкрафта просто изменен рецепт но от этого суд не поменялось вот допустим и обратно обратно немножко не хватит ну ладно не страшно таких мест быть не должно так делаем вот так сейчас мы проэкспериментируем так потом из той стороны закольцуем вагонетка с печкой и обычная вагонетка мы садимся в вагонетку и щелкаем купая вагонетка с печкой ты коксовый уголь не кушаешь ладно очень интересно куда я поехал да меня всегда поражают такие ам вагонетка с печкой поехал немножко не в ту сторону ну ладно будем знать что движение у нас на поездах будет никак у нормальных людей правосторонние а лево 100 никогда подобными вещами не занимался но почему то я думаю что они должны вести себя не так по наркоманству это очень и очень странно они едут а они едут тупо вперед вне зависимости от того какого сторонние движения правильно нет они едут назад все это очень очень подозрительно ха-ха понеслась сейчас они столкнутся ну в общем эта серия будет лишена конструктивы к сожалению потому что потому что если так хочется ехать вперед если так хочется ехать вперед то то вставай морды сюда ам я вообще не понимаю она едет в любую сторону только не туда куда мне надо все понятно вроде бы давай давай а она едет быстрее чем человек идет но как я понимаю медленнее чем человек бежит а извините извините за шум микрофон а они по дороге вообще чем питаться углем что ли у меня у меня и дома еды нет а кушать хочется надеюсь я дойду до дома надеюсь я дойду и не помру от голода последний гиот хотя я сделал себе алмазный бур а также дополнительную черепашку для прокладки тоннелей для прокладки тоннелей только тоннели как то не очень прокладываются вроде бы дошел так так где у нас еда 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 какая-нибудь еда ну почему нельзя жрать сахар а о о это я понимаю уголек ягодки конечно не самая лучшая еда но как говорится голод не тетка поэтому приходится кушать то что есть кстати уже 21 февраля на дворе берем пузырьки эти пузырьки заканчиваются о смотрите фиолетовый кусочек криозот криозоту нету так так где у нас вот давайте возьмем сделаем еще а вот он ну шпала получается сейчас я поставлю на паузу подожду пока переработается еще еще чуть-чуть криозота то есть буквально около пяти минут и вернусь к вам чтобы уже сделать продвинутые рельсы пауза и мы продолжаем уважаемые зрители а у меня есть 8 шпал все готово и теперь мы можем сделать продвинутые рельсы рельсы что тебе не хватает штука редстоун давайте попробуем с редстоуном о все ускоряющие рельсы кстати для них я сделал много-много рычагов теперь мы уже сытые бежим опять туда кстати самая часто используемая дорога между прочим это поход отсюда до короче до основной до основной точки подъема наверх куда бы я ни поднимался или спускался мне все время приходится идти по этой дороге и наверное за кадром я здесь построил рельсы потому что ну надоедает все таки к мрамору я не так часто хожу сейчас мы идем туда и так сколько здесь примерно 390 ну примерно 2 под ммм хотя стоп ммм хотя стоп ммм так ммм ммм начальная ускорялка то есть садишься и ускоряешься а потом через каждые 7 1 2 3 4 5 6 7 на восьмой 1 2 3 5 6 7 на восьмой 1 2 3 5 6 7 на восьмой 1 2 3 5 6 7 ммм кстати здесь будет то же самое просто это получается ммм наоборот ускорялка в другом месте а здесь наоборот тормозилка потому что это ммм кстати наверное все таки я это сделаю за кадром и сразу же сниму следующую серию потому что снимать серии по больше чем по 20 минут это нехорошо поэтому сейчас я говорю вам до свидания уважаемые зрители с вами был Самоель и на этой странной чуждоме планете я уже начинаю обживаться надеюсь что в скором времени я смогу передвигаться по ней проще и лучше до свидания до свидания до свидания